Итак, дорогие друзья, все, начинаем урок номер 4, продолжаем изучать Мишли, мы сейчас идем, первая глава у нас, первая глава, и, значит, что же у нас там, видите, у меня прям древо жизни из головы растет, так как это Тора, да, это Тора, видите, у меня прям древо жизни, опа. Значит, мы остановились на том, что, седьмой отрывок, седьмой отрывок, нам сообщает царь Соломон, что Ираташе, страх перед Богом, реши да, то есть, держится Тора только на страхе перед Богом, нету страха перед Богом, сразу слетает, любые потрясения, любые стрессы, вух, вся Тора улетела, все же, люди превращаются в животных, то есть, если там кушать нечего, или, ну, мы видели 70 лет назад, во что превращаются люди, да и сейчас тоже, во что превращаются, казалось бы, цивилизованные люди, если у них нет страха перед Богом. Интересно, что вот это качество, когда приходили праотцы наши, например, Авраам Авину, приходит Египет, посмотрел на них, говорит, страха перед Богом нет у них, значит, на них вообще нельзя положиться, то есть, это люди неуправляемые. Ицхак приходит к пилиштимлянам, страха перед Богом нет у них, все, на них нельзя положиться, то есть, только страх перед Богом может человека остановить от того, чтобы стать животным, ну, в моменты, когда инстинкты у него просыпаются. Дальше, в девятом отрывке, в восьмом отрывке, царь Соломон от имени Бога, от имени Божественной Мудрости, он передает нам Тору, и он говорит, Шмабни мусар авиха, слушай, сынок, мусар отца твоего. Значит, Бог это как отец, и он говорит, в начале ты должен послушать мусар. То есть, если у тебя не будет вот этого вот мусара, система управления своим животным через страх и через ограничения, значит, ты не сможешь Тору принять. Поэтому он начинает, Шмабни, послушай, сынок мой, мусар, вот эти вот наставления, мусар от слова Маасар, тюрьма, и от слова Лиасер, Исурим, боль, страдания. Он говорит, послушай о страдании в начале, ты пойми, вариантов-то нет особых, да, то есть, ты как бы по-любому Тору будешь учить, то есть, или так, или так, нет вариантов. Вот дальше объяснит, почему. Вальте то, что Ратемеха, и он говорит, тогда ты не отойдешь от Торы матери твоей. То есть, если у тебя будет мусар управления собой, тогда ты, вот это вот Тора, знание Бога, интеллект Бога, тогда ты сможешь на себя его одеть. Теперь дальше он продолжает. Телевьят хен эм лерушеха, и тогда голова твоя наполнится божественной мудростью. Я спроси, почему мусар связан с папой, а Тору связан с мамой? Ну, потому что папа обычно, он сына воспитывает там, ну, жестче, да. То есть, Тора здесь как бы как безусловная любовь, а папа как ограничитель такой, нет? Папа это как, ну да, мусар идет от папы, от ограничителя, так, ну, так принято, так как бы устроено, а Тора это идет... Мама, люм, люм, ухажив. Значит, но не держится красота без фундамента, то есть, без каркаса дом не стоит. И вот мусар это вот этот каркас, на который можно потом одеть Тору. Ну, дальше он говорит нам в девятом отрывке, царь Соломон говорит, Ти левьятхен эм лерушеха. То есть, тогда, когда у тебя все-таки Тора на тебя одевается, она становится как левьятхен, это такое было украшение какое-то на голове. И мысли Торы, когда они заполняют голову человека, они... Прекрасный венок. Прекрасный венок переводят, да, переводчики. Значит, левьятхен, это такой вот прекрасный, наполняется голова такими прекрасными мыслями. То есть, думаешь о Боде, о Торе, о Вечности, о там пяти уровнях своей души, о сферот, кетер, там, хахмаби. И это как украшение на твоей голове. То есть, ты встречаешь человека, один такой идет, мудрец такой прям сияет, да, второй идет, и он думает там о каких-то акциях, котировках, курсы биткоина, не биткоина, там, и он весь такой суетится. А идет мудрец Торы, и у него голова украшена мыслями о Торе. И дальше он продолжает, и будет она как Анатимли Гаргоратеха, и она будет как украшение, такие раньше носили браслеты золотые, на твое горло. То есть, если у тебя мысли красивые, у тебя будут слова красивые. Я когда начал изучать Тору, я перестал ругаться матом, я до этого очень ругался. Ну, не ругался, я на нем разговаривал, знаешь, как есть. То есть, у нас в Харькове было в спортинтернате принято, в принципе, ну, разговаривать матом и думать о том, как бы, у нас была такая, в Торе есть, вот, Мишли, мы учим такие красивые слова. Слушай, сын, наставление отца твоего, и не отходи от наставления от Торы, матери твоей. Украшение, она на вино, как украшение на голове твоей, и как украшение браслеты на горле твоем. Это вот мы сейчас изучаем. А в спортинтернате, вот, у меня остались воспоминания, мудрость там, спортинтерната. Нет больше радости, чем неудача товарища. Вот эта мудрость у нас была такая в спортинтернате. Потом там была такая вот поговорка, ну, когда тебя просили что-то, там, дай, да, говорили так, если каждому давать, поломается кровать. Мол, что я тебе должен давать вообще, да, ты кто вообще такой мне? Вот, и, значит, вот этим мусором была заполнена голова. Это еще спортинтернат Олимпийского резерва. То есть, это была элита от того времени, да? Брухатады, ноэли, 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 шаколь, не обе дворо. Вот, а когда изучаешь Тору, то ты говоришь, заполняется голова мыслями. Надо благословить Бога перед тем, как ты что-то пьешь. И какие слова произносятся? Украшение на горле твоем. Благословение перед кофе, перед водой, перед все, что не растет в земле. Оно такое, значит, благословен ты Бог, царь вселенная. Борейны фашот, доб, ты говоришь, шакольни ябе дворо, что все возникло по твоему слову. То есть, ты когда берешь, что-то выпить хочешь, и ты говоришь, благословен ты Бог, царь вселенной, что все возникло, шакольни ябе дворо, что все возникло по слову его. То есть, он сотворил весь этот мир красивый, да? И ты, эта мысль красивая, и слова красивые. Это был у нас девятый пасук, что Тора украшение венец на голове твоей, мысли в начале, а потом то, что выходит из горла. Десятый пасук. И дальше начинает царь Соломон обучать нас от имени божественной мудрости, обучать нас жизни, обучает нас жизни. Значит, вот Любовь Кочережка, Шадом, вот Влад Косов смотрит нас. Кто нам посылает лайки все время? Кто лайки посылает? Кто-то нам лайки все время посылает. Шесть у нас сейчас зрителей идет, прям отлично. Так, отлично. Значит, итак, начинает наш слома Амеллах Тарь Соломон учить жизни. Первое, с чего он начинает, он говорит, бни им и фатуха хатаим альтове. Сынок, он говорит, если тебя будут соблазнять грешники, не ведись. То есть, не ведись. Первым он ставит защиту сур-мира в асеток. Отодвинься от зла и делай добро. То есть, первым делом для того, чтобы сохранить вот это внутреннее состояние, нужно уметь защищаться от вирусов. И он нас сразу предупреждает, что вирусы есть. И не просто есть, они активные. Эти зло, оно занимает активную жизненную позицию. Интересно, что для того, чтобы зло победило, достаточно хорошим людям ничего не делать. Оно зло само распространяется. То есть, это очень интересно. И вот царь Соломон, он нам говорит, если тебя будут совращать вот эти вот соблазнять грешники, не ведись. И дальше он объясняет, как они будут тебя соблазнять. Все, соблазнение не меняется. То есть, это и ецерара изнутри, злое начало идет этим путем. И внешние грешники идут этим путем. Он говорит так, начнут они с того, что если скажут тебе, одиннадцатый отрывок, если скажут тебе, пойдем с нами. Типа, пойдем с нами. Найрвали дам, нецпынули на тихий нам. Значит, здесь он все-таки говорит о зле, объективном таком, внешнее зло, о грабителях и убийцах. И он, интересно, что он с этого начинает вводную часть Торы. То есть, он нам показывает, что есть безусловное зло. Вы не можете с этим не согласиться, что грабители и убийцы это плохо. То есть, он не приводит какие-то теоретические вещи, что вот Тора, она какая-то оторвана от земли. Он говорит, нет, начнем изучать Тору с того, что есть грабители и убийцы. И они, значит, угрожают, и они подстерегают честных людей. Если они будут к тебе приходить и говорить тебе, то есть, тут такой идет красивый двойной, как бы, двойное обучение. Первым он говорит, что они есть. Грабители есть, и ты должен о них помнить. Зло вот это внешнее есть. Второе он говорит, что если они к тебе придут, не как грабители, они придут к тебе по-дружести и скажут, пойдем, значит, наирвали дам, ну, напьемся крови, не спинали на тихий нам, как бы мы, значит, ну, перейдем и выйдем из этого чистые, на тихий, то есть, выйдем из этого чистыми, хинам, нам за это ничего не будет. Это первая уловка зла. Оно говорит, что мы сделаем зло и нам ничего не будет. Нет наказания, нету расплаты. И интересно, что в Америке сейчас сидит 2 миллиона 250 тысяч заключенных в тюрьмах. Все до единого думали, что расплаты за зло не будет. Были они уверены, почти 2,5 миллиона человек были уверены, что расплаты не будет. И они сидят в тюрьме. И некоторые сидят пожизненные заключения, и некоторые ждут даже электрического стула. Расплата будет, конкретная расплата будет. И это главный принцип веры в Бога, что мы знаем, что есть награда за заповеди, есть наказание за нарушения. И судья справедливый и добрый, он сидит и ждет. Его доброта в том, что он ждет, что может человек раскаяться. И в принципе, если бы грабитель какой-то, он раскаялся, он даже уже после преступления, все равно и срок был бы меньший, ну и так далее. Интересно, что 70% вышедших из тюрьм возвращаются туда снова в Америке. Это сейчас Трампа, ну как бы главная идея, что-то сделать, одна из идей, что-то сделать, чтобы их перевоспитать. Потому что, получается, их чуть-чуть подержали. Они выходят и делают то же самое. Значит, дальше скажут они тебе, что все будет хорошо. Дальше они будут тебе говорить, не влаем кешуоль хаим, проглотим их, как могила живыми. То есть, тех, кого мы будем грабить, мы их проглотим, как могила, то есть, вообще без сопротивления. Утмимим тюрдей бор. И тмимим, это как они чистые, как спустятся в землю. То есть, мы их всех поубиваем, там, в общем, все их ограбим, все будет хорошо, типа они тебе скажут. Вот такой у них подход. Все хорошо. И интересно, что есть, например, такое, как воровские понятия. То есть, они, первое воровское понятие, знаете, какое? Надо быть честным. Как надо быть честным? Всего дочка. Это воровские понятия. Надо быть честным между своими. Нельзя друг друга обманывать. То есть, они некое такое братство, да, которое делают зло. Воровать это зло, это заповедь. История запрещена воровать. Но они говорят, ну, слушай, ну, мы хорошие люди. Мы друг между другом. Мы должны быть честными. И вот они могут подойти к нормальному человеку. А, и у них есть еще одна из воровских понятий, основных. Это вербовка молодежи, новых членов. То есть, они конкретно ищут и втягивают. И они очень успешны в этом. Я слышал, что сейчас, вот, там, Россия, Сибирь, вот туда, вот Восток, школы. То есть, у них есть субкультура, воровские понятия. И они прямо очень преуспели их, ну, втягивают вот в это вот воровские понятия. Это у них одна из, как заповеди повелевающих, митсва-тасе. Делай это втягивать молодежь в свою воровскую вот эту вот историю. Значит, и скажут они тебе так, коль он я карнимса, мы найдем все, что они там попрятали, все их имущество, мы найдем. Нималэ ботэйну шалаль. И наполним дома наши добычей. Добычей. То есть, мы будем успешными, награбим, наворуем, денег будет немерено, это самое. И иногда, иногда люди ведутся на это. Я помню, что меня как-то бог спас. Одна из самых чудес, которые у меня было в жизни. Я учился в спортинтернате. И у нас были спортсмены, ребята сильные, ну, там, разные виды спорта были. Но особенно котировались в преступном мире борцы, боксеры, штанисты, ну, такие, которые были в... Ну, бойцы такие, да, силовики. И я помню, мы с одним борцом и с одним... Парень был, играл в гандбол, но очень высокий, здоровый тоже такой. Мы шли по улице, и один преступник такой, ну, вот именно преступник-преступник, он нам говорит, пойдемте, говорит, пиво попьем. А я говорю, я не пойду. То есть, я не пойду, я отказался, все, то есть, у меня вот прямо было такое отторжение, он был явное зло такое, ну, вот воплощение зла. Знаешь, есть люди-садисты, которые кошек мучают. Он реально был вот такое вот воплощение зла. И, значит, я говорю, я не пойду. И я от них как-то ушел. А эти двое ребят, спортсмены, пошли вместе с ним пить пиво. И потом они пили пиво, познакомились там с одним парнем, который был, ну, видно, у него деньги были или что-то. И они пошли дальше к нему домой. И вот этот, который был преступник, он его убил. Он его ножом врезал, что тот сказал, где деньги. Тот, ну, в общем, кричал, там все, в общем, он его убил. Они выпрыгнули в окно и убежали втроем. То есть, если бы они остались, сказали, мы не участвовали, это было бы одно. Но они вместе с ним убежали, были в бегах. А тот парень, которого они убили, у него были какие-то родственники из милиции, там, ну, в общем, им всем дали, там, по 9, по 10 лет. И так закончилась в принципе спортивная жизнь, я думаю, что и обычная жизнь тоже. Значит, но все начинается с того, что мы пойдем, ограбим, все будет хорошо, значит, денег наживем, а они не будут отвечать. Нет наказания за зло. Ни люди не ответят, ни Бог как бы не накажет, какой, за что. Теперь говорит нам Шлома о мэлах, они еще тебе скажут такую вещь, это на этом сделали переворот коммунисты. Вот прямо на этой 14-м отрывке коммунисты, они сделали переворот. 14-й отрывок звучит так. Гаралэх, а топиль бы то хэйну. Ты жребий будешь бросать с нами. То есть у нас будет все честно. Мы все заберем, ограбим и по жребию разделим. Мало этого, что по жребию разделим. Тис и хат и ели куляну. У нас будет один общак, у нас будет один кошелек, да, Тис, один карман будет для нас всех. То есть все будет общее, мы сейчас ограбим, заберем фабрики, заводы, заберем все и все будет наше. Все, отлично, да. То есть это был такой массовый грабеж. Не грабеж какой-то там одного давай ограбим, всех давай ограбим, всех ограбим. Все, как? Как? А так? И все будем все честные. То есть это будет один общий общак, назовем его Советский Союз и будем потом его ввезделить. Но потом пришли те, которые держали общак, я говорю, слушайте, ну все общее, но секундочку, значит все должны работать, все должны, не хочешь работать, а если я чуть-чуть возьму, ну просто все же общее, я со своего завода винтик один возьму. Тюрьма пять лет, а что ж, я же свое беру. Нельзя, все, проехали. То есть это дальше нас предупреждает. В пятнадцатом отрывке нам говорит царь Соломон, сынок, не иди, ба дырых и там, не иди по пути с ними, то есть ты не можешь с ними даже идти по большому пути, широкому, где они ходят, дырых это большой путь, не иди с ними по их путям. И даже, он говорит, мнараглехаминитиватам, и свою ногу даже по тропинкам, где они ходили, не ставь. То есть все вот эти вот преступники, Карла Маркса там, все эти, они преступники, настоящие грабители, и даже нельзя песни их петь. То есть, это называется ходить по их тропинкам, реально, они придумали такую грабительскую обманную систему, и сейчас от этой системы даже что-то оставлять, типа, ну зато классная песня, «Взойдите с кострами, синие ночь, и мы пионеры, дети рабочих». Они убили, чтобы сделать пионеров, детей рабочих, веселыми, ну веселыми детьми, они просто для этого убили там несколько миллионов человек, ограбили, убили, а потом сказали, вот все, теперь вы пионеры, дети рабочих, и при этом они каждое поколение, первое поколение до войны, там и после войны, они убивали всех людей, которые были хоть чуть-чуть свободны, хоть чуть-чуть, они могли сказать свое слово, или тот, кто говорил против них хоть слово, сразу тюрьма, не тюрьма, убийство, все, без суда и следствия. Если бы читали в то время Шлома Амелыха, то послушались бы его и сказали бы, не даже, не иди с ними по одному пути и убери ногу с их тропинок, тироглеем, лирай аруцу, потому что ноги-то их, они к злу бегут, то есть они все равно бегут к уничтожению свободы, к уничтожению людей, но ноги их, они все равно по сути своих грабители. Вейма Ару лишь Бог дам, и они спешат проливать кровь, то есть тот, кто так легко проливает кровь и убивает других людей, все, он убийца, с ним рядом нельзя находиться, потому что даже если ты с ним в одной компании, все, кто были с коммунистами в одной компании, они их тоже уничтожили, то есть они планомерно, поколение за поколением уничтожали те, кто были с ними. Оставались на верхушке Сталин, у которого была паранойя и который уничтожал всех, слой за слоем, он уничтожал людей, которые были вокруг него и создал систему, чтобы всех убивали. Он жену свою убил, лично, на всякий случай. Вот так вот, чтобы не было ладно было. 18-й пасок. Вемли домам и орву и спынули на вшесам. И все эти люди, все эти люди, они крови, они жаждят и они как бы ждут, чтобы схватывать души людей. То есть они хотят порабощать людей. Вся вот эта вот власть, она по сути своей, она держится только на убийстве и на контроле. И если эта власть не демократическая, а власть такая тоталитарная, то ее единственная возможность удерживаться это уничтожать всех инакомыслящих, даже те, которые вроде бы с ними в одной упряжке идут. Все, на этом мы сегодня заканчиваем изучение. Напомню, что очень важно, если хочешь что-то запомнить, первое, нужна эмоция. То есть нужно это понять, зачем оно тебе надо. Тора это дерево жизни для тех, кто за нее держится, кто ее поддерживает счастлив. Мало этого Тора, она еще интересна, что она Рефат или Шарейха. Она еще излечивает. Это в третьей главе, в третьей главе, я сейчас скажу, какой отрывок, Рефат или восьмой отрывок в третьей главе звучит так, что она еще вылечивает Рефат или Шарейха для тела твоего в шикуле от смотеха, и она еще и наполняет твои кости. Мало этого, мало этого, Тора еще дает Мемина Орах Ямин, то есть право долголетия, Мисмуля Ошер Вековод, с левой стороны и богатство, и почет. Поэтому должен быть дитий интерес к изучению Торекс, это самое важное, самое интересное, и тогда ты будешь ее запоминать. Второе, нужно ее интеллектуально обрабатывать, то есть мы сейчас поучили, есть уже первая глава на портале Воикра, обязательно нужно зайти, можно сделать сейчас ссылочку к этому видео, и там есть прям перевод с комментариями первой главы, еще раз почитать и подумать, где ты можешь это применить, то есть когда ты о чем-то думаешь, оно тебе проникает в голову, и написано, что милосердие, истина, тебя не оставят, повяжи слова Торы на горло свое, то есть произноси их слух, и напиши их на скрижалях сердца своего. И заканчиваем мы этот урок Торы и встречаемся с Божьей помощью завтра, я думаю, еще будет урок. Все, хорошего дня. Субтитры создавал DimaTorzok,